Дмитрий, здравствуйте. Добрый день, Фёдор. Вы придумали, разработали вот такой специальный браслет, но на первый взгляд кажется, слушайте, а зачем он нужен, когда есть прекрасные жгуты, кровь можно остановить таким образом, не знаю, ещё как-то перекрыть, уже всё есть, зачем нужно было вот такой прибор изобретать? Во-первых, это искусспециализированная задача, которая решает наше изделие. Пережимать артерию на руке, там, где вы чувствуете пульс. Вот вам сколько лет? 46. Вот мне, например, 30, и, скорее всего, через 15 лет мы с вами подлежим операции исследования сосудов сердца, коронар-ангиография называется. Так, начались кошмары от врача. Нет-нет, но это небольшой экскурс. Мы пройдём через маленькую артерию на руке, там, где вы легко чувствуете пульс. Пройдём длинной трубочкой в сердце, посмотрим, как ваши сосуды из-за атеросклероза повреждены или нет, и после этого нам надо будет выйти этой длинной трубочкой и сделать так, чтобы эта артерия не просто остановить кровотечение, а чтобы она не закрылась. Потому что основная проблема в том, что каждая десятая артерия у пациентов закрывается. А это значит, что нельзя использовать одну руку, нужную, либо другую руку, либо ногу. А это повышенный риск кровотечения и смерти у пациентов. Собственно говоря, вот такая узкоспециализированная задача решает наше изделие. Вы можете обратить внимание, здесь две воздушных подушки. Одна из них пережимает лучевую артерию, а вторая локтевую. То есть, если представить по законам гидродинамики, у вас две трубочки. Одну мы пережимаем, скорость и давление по второй возрастёт. Вот такой простой механизм физический лежит в основе вот этой штуки, браслета. Прекрасно. Но правильно я понимаю, что это всё-таки для профессионалов. То есть, дома в аптечке это держать совсем не нужно? Да. Лучше всего это использовать профессионалами. Плюс довольно неудобно одному человеку самому как-то накладывать и шприцом раздувать эту подушку. Конечно, да и, честно говоря, плюсы основные это вот после операции. Там они подсвечены гораздо ярче. Дмитрий, ну как вам вдруг пришла такая идея, что надо вот такую штуку сделать и почему её до сих пор не было? Хотя идея вроде, вы сейчас объясняете на пальцах, вроде она очевидна. Да, точно. Особенно когда придумано, вообще ретроспективно мы вообще супер всё прогнозировать умеем. Да, за него мы всё, да, крепкие. Я делал разработки, у меня кандидатская диссертация посвящена, собственно говоря, этой проблеме. Закрытие лучевой артерии после операции. Делает исследование три года вместе с коллегами из Канады, из Чехии. И мы как-то на конференциях тоже обсуждали, а как решить эту проблему. И коллега из Канады, и Оливер Бертранд, он показал своё решение, тоже пережимая две артерии. Ну там было, не знаю, другое, в общем, подруга, да, исполнение, скажем так, да. И я подумал, что ну надо взять что-то от конкурентов, посмотреть, какая идея у них и добавить, сделать инновацию, добавить это в своём таком авторском амплуа, скажем так. Вот так родилась идея, под ней богата естественно научная база. Да, две тысячи пациентов я исследовал, то есть всё совершенно точно научно. Потом долгое время пришлось это реализовывать, потому что, как мы знаем, от момента изобретения до момента внедрения этой инновации проходит много времени. Ну, собственно говоря, пять лет уже почти кануло в лету. Но сейчас вы видите, это красивый браслет, он из поливинилхлорида, ПВХ, он сделан красиво, тут липучечки. Ну так и удобно, да. Да, теперь это удобно, красиво, хотя вот не скажешь, что шесть прототипов предыдущих провалились. Ну, слушайте, это исследовательская работа, тут времени этого не избежать. Главное, что сейчас уже есть, как правильно сказать, прибор, устройство. Да, устройство, прибор и я даже больше скажу, государственная регистрация скоро будет у нас, то есть получение регистрационного удостоверения. Я очень надеюсь, через два месяца все мои планы провалились предыдущие, но я теперь знаю, что это когнитивная ошибка. Если ты думаешь, что спланировал все точно и правильно, значит, ты спланировал идеальный результат, а реальность немного далека от этого. Дмитрий, интересно, а как вам помогает Москва и помогает ли? Супер, спасибо. Мне кажется, вы знаете, в какие точки бить. Это действительно так, Москва помогает. Во-первых, мы в медтехе Москвы зарегистрированы, это Московский центр инноваций здравоохранения. Мы там являемся резидентами, аренда, соответственно, они нам помогают, во-первых, согласовывать клинические испытания. Соответственно, я очень надеюсь, что они после получения РЭУ мы сможем в четырех клиниках Москвы провести пилотные исследования. Давайте сразу зрителям объясним, что такое РЭУ. Да, РЭУ, прошу прощения. Конечно. Регистрационное удостоверение. В Российской Федерации, да и в любой другой стране, если ты хочешь применять медицинское изделие в медицинских целях и в организациях, то нужно подтвердить, что оно безопасно с токсикологической точки зрения, с технической точки зрения и с клинической точки зрения. Соответственно, чтобы пациентам не было вреда. Мы еще в Московском инновационном кластере зарегистрированы, и они, собственно говоря, помогут, я думаю, с пилотным исследованием. Мы уже подготовили все документы, а значит, скоро в больницах Москвы появится наше медицинское изделие. Уже в таком красивом, фундаментальном и прикладном смысле мы сделаем все хорошее для наших пациентов. Ну вот про будущее сейчас спрошу, но все-таки вот если вернуться к медтеху, много ли сейчас людей, которые запускают какие-то стартапы, делают ли какие-то технологические вещи именно в области медицины? Это супер вопрос. Точных цифр я не знаю, сразу скажу. Но вот когда прихожу я, там вот, значит, третий, четвертый, пятый этаж, все стартапы, все ребята с суперразработками. Мы даже делали совместную конференцию Медтеха и Академии Госслужбы, там, где я преподаю в Ранхикс. И сделали вот эту межотраслевую конференцию. Люди из госуправления и люди, которые делают технологические стартапы. И я скажу, точно, точно, да. И их было больше, не знаю. Ну, на конференции-то участвовало там 15 человек, но глобально я знал, какую воронку мы отсеиваем, и там совершенно потрясающие цифры. Люди не только интересуются, но и делают. Дмитрий, ну вопрос, я понимаю, что, скорее всего, цифр у вас нет точных, но так, по ощущениям. Но все-таки стартап какой-то выстреливает, какой-то не выстреливает. Большой ли процент, к сожалению, приходит к негативным результатам? Да. Ну, я, наверное, скажу ту же самую статистику. 9 из 10 компаний проваливаются. Всегда хочется верить, что мы в этой единице, но статистика вещь неумолимая. Так как у меня есть кандидатская, я понимаю, что большая вероятность, что мы провалимся. Но мы, во всяком случае, делаем все возможное, как и другие стартапы, чтобы мы не провалились. Но мы сейчас так поговорили больше про то, что сейчас уже у вас есть, и про то, как вы пришли к этому браслету. А планы какие? Как-то, не знаю, масштабировать, открывать огромные производства, экспортировать. Супер. Как всегда, приятно иметь дело с умным человеком, который задает правильные вопросы. Спасибо. Есть, конечно. Во-первых, экспорт. Мы хотим в страны БРИКС масштабироваться после того, как получим регистрационное удостоверение в России. Во-вторых, мы хотим разместить полностью весь цикл производства в городе Москва. И в этом смысле нам помогает, естественно, Москва. Это один из мер поддержки. А кроме этого, мы хотим сделать еще катетеры. Это вот длинные трубочки, про которые я вам рассказывал, которые идут до сердца. Это тоже надо разрабатывать в плане импортозамещения. И мы туда стремимся. Понятно, что годы разработки. Хочется верить, что быстрее, но в реалиях не так. Ну и кроме этого, мы хотим еще пару изделий сделать для основки кровотечения, но уже для, скажем так, задач военного, я люблю ли, полувоенного назначения. Я бы сказал так. То есть для основки кровотечения из крупных сосудов. Это одна из ветвей наших разработок. Дмитрий, ну вот вы в самом начале сказали, что похожие исследования, похожие разработки есть и у зарубежных ваших коллег, да, там в том числе и в Канаде. Но вот в чем уникальность именно вашего браслета? Вот почему мы можем сказать, что, дорогие друзья, вот это прямо гордость России. Нигде в мире такого нет. У меня не такая высокая самооценка, чтобы говорить, что это гордость России. Она действительно гордость. Если, как создается инновация, это 80% заимствований и 20% новшества. Вот мы, собственно говоря, взяли механизм, да, это совершенно не секрет, что параллельно разрабатываются основные идеи, они у всех схожи, независимо от стороны. Мы просто реализовали это вот в таком удобном, понятном, прозрачном варианте. Все почему? Потому что я сам кардиохирург, я понимаю, как это накладывать и понимаю, как удобно это может быть для врача и для пациента. Я у всех подошел, спросил, говорю, удобно? Да, удобно. И безопасно. Супер. Мне кажется, в этом и ответ. Дмитрий, спасибо. И с одной стороны, хочется пожелать удачной, успешной жизни вашей разработки, а с другой стороны, все-таки хочется пожелать москвичам, всем, кто смотрит наше интервью, все-таки не попадать на операционный стол. Точно. Спасибо большое. Спасибо вам большое за это интервью. Спасибо.